И ни одного, который начинает свободно и раскованно походкой от бедра, все эти фразы, несомненно, мы это помним, но тени чувства локтя ритма и соседа. Хорошо по моделям немножко быть. Некий легкий драйв, тем более, вам же можно все. Вот, а какие есть вопросы? Для меня это новое, неизведанное, поэтому я просто изучаю культуру от этого мероприятия в какой-то степени. А потом общение с огромным количеством новых людей, новых, будем говорить, преподавателей, те, которые что-то дают мне для жизни. И вообще это интересно, потому что это взбадривает, это дает новый толчок жизни. И для внуков интересно. Вот сюда тоже можно делать, пожалуйста. Очень много опять, да? Хорошо. Делаем упражнение для осадки. Вспоминаю, да? Ручки расслабляем. Плечи опущены, как водопазик, истекают по плечам. Носочек стоит ровно. Мы будем делать шаг. А теперь сделали хорошее, красивое, милое лицо, спокойное, ненапряженное. Задняя колена приплая тянется, передняя просто чуть-чуть. Мы делаем шаг, поворот. Шаг. И возвращаемся в первую позицию. Посмотрите, я всегда в первой позиции, да? Спинка. В первой позиции. И взгляд всегда встает на зеркало. Голова у нас остается и смотрит на себя. Ножка уже хочет пойти, а голова еще смотрит на себя, не отрываясь. Как остановиться? Советую останавливаться в позиции. Вот в такой. Первая позиция, да? Помним. Либо можно ножку отвести в сторону. Раз. Два. Не старайтесь. Это же ногой. Шаг. Два. Поворот. Ножка назад. Уходим. Этот проект открыл для нашего театра тоже новые горизонты. После того, как я позанималась в первом проекте с девочками и мальчиками такого возраста, я поняла, что это на самом деле самые благодарные ученики, которые горят, хотят и видно результат. На самом деле, я от этого проекта получаю очень большое удовольствие, потому что вижу отдачу. Ну, на самом деле, моди все возрасты покорны. И сейчас у нас, после того проекта, сейчас тоже есть в школе группа 55+. Моя самая взрослая ученица, 77 лет, исполнила на днях. Они впитывают как губка. И на самом деле с ними очень приятно работать. Ограниченное время по срокам, конечно. На самом деле мы даем программу в этом проекте, которую в школе проходим, не знаю, полгода, наверное. Они очень стараются, видно заинтересованность, видно, что им сложно. Но они делают вид, что им не сложно. Да? Все. Самое главное, чтобы они чувствовали себя на сцене. Они же будут выступать. И на самом деле они в проект пришли самостоятельно, их никто не заставил. Но желание – это одно, а умение – мы вот помогаем. И в основном у меня задача, чтобы они чувствовали себя комфортно на сцене. Здесь нет каких-то определенных требований и стандартов. Есть определенные схемы, от которых мы отталкиваемся, чтобы было просто им удобнее, да? И было как бы более гармонично, эстетично. Но на самом деле они на сцене будут творить себя сами. Это, наверное, как раз будет сюрпризом для всех. Сейчас они достаточно зациклены на каких-то точках и каких-то таких сложных задачах математических. Но моя цель, чтобы они на самом выступлении поняли каждый себя внутри. Потому что для них это очень важно – раскрепоститься, и дальше уже пойдет. Потому что у них есть желание, и все получится. Голова у нас взяли. Останавливали. Пошли вперед. Я веду страничку, я блогер. И вы знаете, столько у меня появилось друзей благодаря вашему подиуму «Зрелой красоты». Все болеют за меня, беспокоятся. Ну и, в общем-то, продвижение. Здесь научилась, хоть я немножко, но научилась правильно ходить. Правильно держать корпус. Это для меня тоже важно. Потому что мы все-таки долгожители, хочу сказать. У меня есть и 106 лет. Мы стоим в позе петуха. Но здесь совершенно другое. И от вас я ее тоже научила ко чему. Я ее, как говорится, контролирую. Постоянно мы делаем гимнастику. Сейчас будем на лыжи ходить. Снежок скоро. Проходим до конца мыши. И раз, два, четыре. Снежок. Сворачиваемся. Снежок. Ваши. Снежок. 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 Продолжение следует...